Сколько вы наделали вопросов по поводу предыдущих двух писем. Это показывает вас прилежную, живую и восприимчивую ученицу и обещает успех. Тем охотнее мне писать. Но не на все буду отвечать вам теперь, оставляя ответы до следующих разов. Займусь тем, что более всего вас занимает. Пишите ваши слова о сторонах, силах и потребностях человеческого естества, вводят меня внутрь себя, вхожу, кое-что вижу, но большая часть то туманна, то совсем невидима для меня. Сильно желаю знать, что такое духовная, душевная и телесная сторона в человеке, какие в каждой потребности и как они удовлетворяются. Мне очень хотелось бы держать себя на уровне человеческого достоинства истинного, как нам назначено быть Творцом. Хорошо-с. Вы касаетесь самых основ нашей жизни, объяснение которых даст нам основы для всех последующих рассуждений. Уж как же иначе человеку и жить, как не так, как он устроен? Установив здравое понятие о том, как устроен человек, получим вернейшее указание на то, как ему следует жить. Мне думается, что многие потому и не живут, как должен, что думают, будто правила о сей достодолжной жизни навязываются совне, а не исходят из самого естества человека, и не им требуется. Если бы были уверены, что так есть, не стали бы поперечить им и отступать от них. Итак, извольте прислушать. Тело наше состоит из разных органов, из коих каждый совершает свое отправление, существенно необходимое для жизни телесной. Главных органов три. Нервы в центру коих голова, спиной мозг и система ганглий, где-то под брюшную и грудную преграды, а разветвление проникает все тело, отправление ее чувствительность. Когда ход этих отправлений и взаимные их отношения в порядке, тело здорово и жизнь вне опасности. А когда этот порядок нарушается, тело заболевает, и жизнь в опасности. Каждое отправление имеет свою потребность, которая дает себя живо чувствовать живущему, требуя удовлетворения. Потребности желудочной или питательной и платотворной части суть – пища, питье, воздух, сон. Потребность мускульно-костяной части есть потребность напрягать мускулы, которую всякое чувствует, долго засидевшись, и прямо потребность движения, заставляющая ходить, гулять, работать что-нибудь. Потребность нервной части – приятное раздражение нервов всего тела, как мерность тепла и холода и подобное, и особенно приятное раздражение пяти наших чувств, в которых нервная система вышла наружу для общения с внешним миром. Все это, как видите, телесно, душе какое бы до всего этого дело. Но как она по теснейшему сочетанию с телом приняла его в свою личность, то своими считает и все потребности телесные. Оттого, говорим, я хочу есть, пить, спать, хочу ходить, гулять, работать, хочу видеть разноцвет, слышать разноголосие, обонять разноухание и прочее. Усвоив в себе все потребности телесные, душа своим делом считает и удовлетворение их, и хлопочет о пище, питье, сне, одежде, крови и о всем прочем, всячески желая добиться того, чтобы тело было покойно и не тревожило ее своими докучливыми требованиями. Это отношение души к телу, которое она держит, не учась, а сама собою, по внутреннему некоему понуждению, обнаруживается в ней вроде некоего инстинкта, животолюбием, телолюбием, желанием покоить тело и доставать все для того потребное. Совокупность всего этого и есть телесная сторона человеческой жизни. Но не все здесь одинаково телесно или плотяно и чувственно. Крепко плотяна только питательная часть, но и она облагораживается приспособлением ее удовлетворения к потребностям и целям, собственно, душевным. Органы же движения и чувства служат более нуждам души, чем тела. А один орган, стоящий будто вне системы прочих органов, именно орган слова, исключительно есть орган души, назначенный для служения ей одной. Телесная, плотская, чувственная, неодобрительная в нравственном отношении жизнь есть та, когда человек, увлекаясь крайне животолюбием и телолюбием, поставляет главной для себя целью и заботую – покой тела, или всестороннее удовлетворение потребностей лишь телесных с забвением о душе и тем паче о духе. При этом каждая телесная потребность, естественно, простая, расположается во множество прививных потребностей через привычку и пристрастие к разным способам ее удовлетворения. Возьмите пищу или питье, или одежду, что, кажется, проще всего сюда относящегося, а между тем, сколько потребностей неотлучных, хоть умри да подай. От того-то видим, что иные минуты не имеют свободной, бегая за нужным для удовлетворения их, при всем том, что десятки других лиц заняты для них тем же. У таких неизбежно должны голодать душа и дух, если они еще не совсем заглушены, забиты и погружены в чувственность. Извольте о всем этом поразмыслить, о душе до следующего письма.